Девушки отдыхают 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 Что? Я уже распорядился их скоро доставить сюда. Зачем? Допросить, как и всех остальных. Ну, это увольте без меня. Ну, это как вам будет угодно. А я, с вашего позволения, продолжу свою собачью работу. Я высоко ценю вашу работу. Действуйте. Алексей Константинович, вы видите, все запутывается, все уже подозревают всех. Я прошу вас, пожалуйста, внесите ясность, но ведь вы же это можете. Камни, камни, махи, ядовитые травы, все, что осталось во вселенной, безмолвие. Пусто. Снег. Браво, браво. Так вы тоже мечтаете о сцене? Я ваше участие приняла за чистую монету. А вы смеетесь надо мной. Ну, не казните, это ж просто шутка, не смог удержаться. За дуру меня свихнувшуюся держите? Анна Викторовна, я прошу вас, не гневайтесь. Дуроцкая натура моя такая. А знаете что, я по-прежнему нахожу ваш совет полезным. Поэтому, с вашего позволения, я продолжу. Оставьте меня. А это вы наколдовали снег? Уйдите вы, не мешайте. Извините. Алексей, это вы? Почему вы прячетесь от меня? Ведь я чувствую ваше присутствие. Разве я обязан являться по первому золу? Скажите мне, кто убийца? Это важно? Конечно. Здесь, где я, ничто уже не кажется важным. Это для вас, но для тех, кто вас любил, и для тех, кого любили вы. Я не видел убийцу. Темная фигура. Ослепительная вспышка. Прошу вас, скажите мне, где искать разгадку? Оставьте. Не надо. Лена. Лена, открой, пожалуйста. Нам нужно поговорить. Лена, я прошу тебя, открой. Лена, он хотел распродать имение. Лена! Лена. 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 Голову держи. Голову держи. Пошел, пошел. Лена. Лена. Лена, если вы настаиваете, Елену Николаевну сопроводит. Господин Алмазов, возьмите на себя эту миссию. Разумеется, я готов. Я тоже поеду, а вы тут сами. В общем, жду доклада, конечно. Прошу, живей, живей, господа. Живей, поехали. Пошел. 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 Чудовище. Я буду жаловаться. Ответьте мне определенно. Елена Николаевна испытывала в последнее время финансовое затруднение? Да, испытывала. И что с того? Кто их не испытывает? И каким же образом она предполагала выйти из них? Она просила денег у меня. Но я сам сейчас… А кто теперь наследует у меня? Разумеется, Елена Николаевна. Мы еще вернемся к этому вопросу. К чему эти вопросы? Не понимаете? Нет, не понимаю. У вас есть мотив. Смерть сына решает все финансовые затруднения Елены Николаевны. Да и ваши тоже. Сама она вряд ли могла до такого додуматься, но ведь вы могли оказать ей такую услугу. Из дома далеко не уходите. Как вы можете. Как вы можете. Как вы можете. Умерла. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Елена Николаевна, просила у сына денег? Да, несколько раз, но он отказывал. А господин Тропинин говорил с Алексеем о деньгах? Я не знаю, но полагаю, что да. А в чем я точно уверен, так в том, что Тропинин говорил о деньгах со мной. С вами? Он предлагал мне, чтобы я втайне от хозяина выделил Елене Николаевне заем. Я, разумеется, отказался. А почему же вы мне раньше об этом не говорили? Ну, не думал, что это важно. Но теперь... Теперь? Что-то изменилось теперь? Я слышал разговор Тропинина и Елены Николаевны. Случайно. Она обвинила его в смерти сына. Что, так и сказала, что он убил? Она сказала, что знает, что это он. А о чем вы говорили с князем Разумовским во время спектакля? А о продаже леса. Алексей Константинович с князем договорились о сделке. А я только уточнял детали. Но разговор был на повышенных тонах. Ну, не то что бы. Князь немного погорячился. Они до этого с Алексеем в чем-то разошлись. Вы знаете, в чем? Не знаю. Да вы сами у князя спросите. Господа, я надеюсь, вам уже сообщили об убийстве Алексея Гребнева. Я пригласил вас для дачи показаний по этому делу. Какие показания? Вы в своем уме? О чем вы говорили с управляющим, когда началась пьеса? У меня были дела с Алексеем, и я обсуждал подробности с управляющим. Какие дела, какие подробности? Это вас не касается. Алексей Гребнев был убит через полчаса после вашего разговора. Ну и что с того? Вы не остались на пьесу, хотя были приглашены. Почему? У меня это было неинтересно. Неинтересно? Вы же сами затеяли всю эту антрепризу с Гребневым. Я видел раньше репетиции и прочел пьесу. Видели, как вы ушли в направлении, в котором через некоторое время нашли тело Гребнева. Что за намеки? Что вы себе позволяете? Яков Платоныч, есть результат. Вы не поверите. Из дома не уходите. Мы продолжим. Послушайте, черт знает что! Что, всерьез думает, что я убил Алексея? Я поговорю с ним. Да уж, сделайте одолжение. Образумьте вашего фараона. Я в парке. Ана Викторовна, вы все еще здесь? Да. Мы всю ночь искали Алексея Константиновича. Кажется, этот кошмар еще продолжается. Кошмар, кошмар. Меня вот доставили сюда под конвоем. Какие-то дурацкие вопросы. Не обращайте внимания. Это обычная процедура следствия. Ну, вы-то, надеюсь, вне подозрений? О, я нет. Вы меня, знаете, алиби. Тогда что же вас здесь удерживает? А, понимаю. Вы участвуете в расследовании. Нет. Я просто хочу помочь. Ну, тогда вы можете убедиться, что я не виновен. Спросите, вам ответят. Я знаю, что вы не виновен. Конечно. Тогда, прошу вас, донесите это до Штольмана. Он воображает, что я убил Алексея. Я не думаю, что он всерьез так считает. Ну, тогда он просто издевается. Последнее время вы избегаете меня? Кажется, я знаю, какой вопрос будет следующий. Кирилл Владимирович, я, пожалуй, готова вам ответить. Нет. Я не смогу стать вам женой. Я очень много думала. Простите меня. Анна Викторовна. Пистолетие. Отпечаток. Дочери управляющего. Прошу. И как вы объясните, что отпечаток вашего пальца на стволе пистолета? Я протирала пыль в кабинете. Они там лежали в футляре. Я их тоже протерла. А горничных протирать пыль в доме нет? Саша иногда помогает по дому. Что здесь такого? Скажите мне правду. Как пистолет оказался в ваших руках? Вы что, обвиняете мою дочь во лжи? Если вы будете мешать, я попрошу вас удалиться. Вчера вы взяли пистолет. Пошли в парк. Искали встречи с Алексеем. И эта встреча там состоялась. Нет, не было этого. Зачем моей дочери искать хозяина? Да еще с пистолетом. Алексей Константинович. Соблазнил вашу дочь. А потом потерял к ней интерес. Оставил ее беременной. Да как вы смеете? Господин Семенов рассказал нам, что… Что вы обратились к нему с просьбой найти врача. Знахаря. Боже, зачем он это сделал? Он обещал хранить все в секрете. И все-таки, как отпечаток вашего пальца оказался на пистолете? Да я просто посмотрела. Из любопытства. Господа хотели стреляться третьего дня. Стреляться? Вот-вот. Дуэль между Алексеем и Семеновым. Вы не знали? Нет. Что за дуэль? Из-за Ольги, разумеется. Все из-за нее. Так дуэль не состоялась? Ольга их разняла и помирила вроде бы. А пистолеты обратно вернулись в футлер заряженными. Я просто посмотрела. Я просто посмотрела. Свободны пока. Только здесь рядом будьте. Из дома не уходите. Привет. Фу, что-то у меня уже голова идет кругом, Яков Платоныч. Он аж вам об этом сразу сказал. Семенова найдите. Слушаюсь. Так он же сидит там. У веранды на скамейке. Три дня назад из ревности вы вызвали убитого на дуэль. Сашу оговорили, бросив на нее подозрения. И следы от ваших ботинок мы обнаружили на месте преступления. Вот такая картина против вас складывается. Это вы убили Алексея Гребнева? Я. Вы арестованы. Проводите господина Семенова в гостиную и глаз с него не спускать. Слушаюсь. Пройдемте. Семенов не виновен. Я слышала их разговор. Духов? Нет. Семенова и Ольги. Он только что сам во всем признался. Он ее выгораживает. И улики все против него. А князя вы тогда зачем преследуете? Потому что до конца не уверен. Полонская умерла. Ну, а это вы откуда знаете? Видела я только что. Ее уже точно нет. А князь не виновен? Ну, конечно. Князь ведь как жена Цезаря. Вне подозрений. Господи, это невыносимо. Когда вы наконец начнете мне доверять? А я доверяю вам. Только вы требуете какой-то безоговорочной веры. Вы что, мессия? Знаете что? Пожалуй, я приму предложение князя. Зачем? Или, может быть, вы дали уже согласие? Нет. Ну, кажется, дам. Я ведь не разрешал вам выходить из дома. Я арестован. Вы вызваны на допрос. Что вы там делали? Улики уничтожали? Что вы несете? О чем вы говорили с Гребневым за полчаса до пьесы и за час до его смерти? У нас дела были. И покупка леса. И покупка леса. Я уже говорил вам. Я знаю, вы поссорились. Я уезжаю. И ничего больше не скажу без адвоката. А вас никто не отпускал? Что ты о себе возомнил? Шапка полицейская. Я уничтожу тебя. Это я. Парася, давай, до тебя. Я тебя проясни. Парася. Я вызываю вас. С превеликим удовольствием. Завтра же утром. Отлично. Пришлю вам моего секунду. Господа, я прошу вас сохранить в тайне все, что вы только что видели. И факт вызова на дуэль тоже. Разумеется. Можете быть уверены. Господин Тропинин, у меня к вам несколько вопросов. Господа. Скажите, а в каких отношениях вы были с Алексеем? В натянутых. Конечно, я раздражал его. Как любого молодого человека раздражает любовник его матери. А он просил вас о содействии в попытках в своем сочинительстве? Нет. Он презирал меня. Ольга. Семенов сознался в убийстве. Вот как. Я так и знала. А ведь вы знаете, что он меня убивал. А вы что, из полиции? Семенов пойдет на каторгу ни за что. А вы не говорите Штольману, что в тот день говорили с Алексеем Константиновичем? Оставьте меня в покое. Подождите. Я прошу вас, пожалуйста, помогите. Какая рукопись так занимала Алексея? Я не знаю ни о какой рукописи. Ну, неужели ты думаешь, что Разумовский убил? Я не думаю. Я веду расследование. Что это? Мелочная месть? Может быть, пора определиться на чьей-то стороне? На твоей. Я всегда на твоей. Поэтому я не люблю, когда ты выглядишь дураком. Тронут. Очень тронут. А где ты была в момент убийства? Здесь и была в компании нескольких свидетелей. Толмазов пел. А потом? А потом все кинулись искать Гребнева. Я уехала. Может быть, ты уехала потому, что знала, что он уже мертв? Ты болен? Почему ты уехала? Потому что, в отличие от твоей Анны, я не интересуюсь расследованием. Я поняла, что вечер испорчен и уехала. Вот и скажи князю, пусть хорошенько вспомнит все, что было вчера. Анна, простите. Вы уже говорили с убитым? Вы знаете, кто убийца? Нет? Вы меня переоцениваете. Ну, может быть, вы точно знаете, кто не убивал? Князь не убивал. И дочь управляющего вряд ли. А в остальном, знаете, здесь Яков Платоныч Штольман. Он следствие ведет. Вы бы у него спросили? Он думает, что это князь. Он следователь. Я не собираюсь комментировать его действия. Хорошо, что я была с вами на веранде, когда услышали выстрел. Так бы он и меня заподозрил. А выί�? И да. Дух Алексея гребнева, явись! Дух Алексея Гребнева, явись. Дух Алексея Гребнева, явись. Невиновный сознался в убийстве. Невиновных не бывает. Это в вечности. А здесь и сейчас случится несправедливость. Кто вас убил? Кто украл, тот и убил. Скажите мне, кто это? Не важно. Теперь совсем не важно. Ваша мать умерла. Вы не хотите наказать виновного? Ваше высокоблагородие. Госпожа Полонская умерла. Не довезли. Никому пока ни слова. Слушаюсь. Ну, расскажите мне еще раз, как все было. Я ненавидел Гребнева, потому что она любила его. Когда он убежал со сцены в парк, я его там нашел и застрелил. А где взяли оружие? В кабинете. Футляр лежал на столе. Никто не удосужился разрядить пистолет. Это я убил. Я сознаюсь, что он еще. Отправляйте в управление. Вы же так проницательны. Как же вы не видите, что он врет? Пусть убийца пока думает, что ему поверили Семенову. То есть, вы сами не считаете его убийцей? А кого же вы тогда подозреваете? Я пока не уверен. У меня был разговор с убитым. Он сказал, кто украл, тот и убил. И что это означает? Я не знаю. Но он мне показал свою рукопись. И, видимо, это как-то связано с его пьесой. А вы можете мне помочь? Мне… мне нужна ваша помощь. Ну, конечно, я могу. Вы не могли бы провести тот эксперимент, спиритический сеанс, как в нашем первом деле? В деле утопленницы. Когда убийца сам себя выдал. Да, конечно, я сделаю все, что смогу. Что происходит в конце концов? Холодно все тут делать? Когда же нас отпустят домой? Господа, я пригласил вас для участия в следственном эксперименте. Да увезли же убийца. Господин Семенов сделал признание, но оно ничем не подтверждается. Есть… есть сомнения. Так что же убийца по-прежнему среди нас? Суть эксперимента. Медиум Анна Викторовна вызовет дух жертвы и задаст ему несколько вопросов. Господа, прошу всех встать в круг. Обязательно здесь? Что это за балаган? Обязательно. Духи охотнее идут на контакт в местах, с которыми их что-то эмоционально связывало. Прошу, возьмитесь за руки. Дух Алексея Гребнева, явись. Дух Алексея Гребнева, явись. Дух. Рукопись. Я знаю, где рукопись. Я скажу тебе, где рукопись. Не сейчас. В полночь. В полночь. Опускайте руки. Что это такое? Все свободны, господа. Я благодарю. Благодарю. Что это значит? Если будет необходимость, вас вызовут в участок. Черт знает что. Теперь я вас спрошу. Что это было? Театр или заправду? Ну, конечно, театр. Заправду духи не хотят говорить о случившемся. Их уже ничего не тревожит. Они счастливы. Но нам с вами остается подождать, когда убийца себя выдаст. И пойдет перепрятывать рукопись. А что это за рукопись? Почему она так важна? Есть у меня некоторые предположения. Но давайте подождем. Время я указала. Осталось недолго. Редактор субтитров Н.Александрова Какой смейся? Это не ваше. Ну да, иди сюда. Да что с ним позволять? Полиция! Полиция прекратить! Пошу! Что же вы вздумали, господин Тропинин? Драться с дамой? Эко Флатоныч, вот. Прометей? Гребнев был настоящим автором пьесы, которая принесла вам славу. Вы задержаны, господин Тропинин. По обвинению в убийстве. Пройдёмте. Пойдёмте в дом. Два года назад мы уже были вместе с Еленой Николаевной. Я познакомился с Алексеем, и он рассказал мне о своём горячем желании стать драматургом. И дал почитать пьесу. Пьеса мне показалась не дурна. И я её предложил своему знакомому антрепренёру. Но под своим именем. Я просто хотел, чтобы он повнимательнее к ней отнёсся. Прочитав, он с восторгом отозвался о пьесе и тут же предложил мне её поставить. Ну, вот. И тут меня бес попутал. Я не сказал, что пьеса не моя. Ну, просто не смог. Никогда раньше ни одно моё произведение не принималось с таким безоговорочным восторгом. И тогда вы договорились с Гребневым? Да. Я убедил его, что пьесу поставят только под моей фамилией, мать будет играть главную роль. Ну, в общем, в итоге он согласился, взяв с меня обещание, что я буду помогать в продвижении других его произведений уже под его собственным именем. Да. Только с тех пор он ничего стоящего так и не написал. Да. Прометей имел огромный успех. Он принёс настоящую славу и мне, и Елене. Обратного пути уже больше не было. Алексей прекрасно понимал, что, признавшись в своём авторстве, он вызовет такой скандал, который погубит и меня, и всю карьеру его матери. Но вчера он решил объявить о своём авторстве? Да. Перед спектаклем он мне сказал, что он более не намерен молчать. А когда вернулась Елена Николаевна и сказал, что представление сорвано, что Алексей убежал в парк, я понял, что он это сделает непременно. А где вы взяли пистолет? Сразу же после разговора с Еленой я поднялся в кабинет, взял пистолет. Я знал, что он заряжен. Ольга, я полагаю, вы знали о планах Алексея объявить о своём авторстве? Да, я знала. Он сказал мне, где лежит черновик. И после его смерти решили шантажировать господина Тропинина. Что вы хотели? Денег? Чего может хотеть молодая девушка, желающая стать актрисой моей протекции в Санкт-Петербурге? Господин Тропинин, вы арестованы. Сегодня переночуетесь здесь, у себя в комнате под охраной городового. А завтра утром поедем в управление. Ульяшин, распорядись. Я вас обыскался. Весь дом обошёл. Вы что здесь делаете? Да я уже уезжать собиралась. Экипаж ждёт. Но почему-то захотел сюда прийти. Хотите, я вас подвезу? Я должен остаться с арестованным, а завтра за нами приедет арестантский возок. А вы отпустите бедного Семёнова? Разумеется, но для начала подержу его в камере несколько дней. Он сознательно обманул следствие, взял на себя чужую вину. А вы смогли бы так, как Семёнов? Что вы имеете в виду? Взять на себя чужую вину, чтобы спасти дорогого человека. Простите меня, Анна Викторовна. Я у вас прошу прощения за всё… всё странное и нелепое, что было с моей стороны. Вы что, уезжаете? Нет, вы… Вы простите меня. Вы как будто бы прощаетесь со мной. Настроение такое. Нет. Это на вас совсем не похоже. Так вы прощаете меня? Ну, конечно, я вас прощаю. И вы меня простите, пожалуйста. У нас с вами сегодня будет воскресенье прощанное. Я ведь вам соврала. Я отказала, Гнязь. Отказали? Ну, конечно, отказала. Вам нужно отдохнуть. До завтра, Анна Викторовна. А мы завтра с вами встречаемся? Ну, вот это как Бог даст. Прощайте. Прощайте. Пишите заметку в свою газету? Да нет, это… Так, зарисовки. У меня к вам будет просьба, только вы не удивляйтесь. Мне кажется, после сегодняшнего дня мне трудно чем-то удивить. Я прошу вас, будьте моим секундантом. Вы это серьёзно? Совершенно. Да вы и сами всё видели. Мне и обратиться больше ни к кому. А ваш Ульяшин? Ему нельзя, он при исполнении. А вы человек свободный, вам ничего не грозит. Право, вы удивили меня. Но благодарю и покору за доверие я не могу. Почему? Если вас убьют. Ну, а вам-то что? Ещё вчера мы не были знакомы, вы не знаете ни меня, ни князя. Странный человек. К тому же вы писатель, вам такой опыт наверняка будет интересен. Не каждый день такой случай представляется. Да нет, что вы. И к чему у меня такой опыт? Да и не силён я в дойных правилах. От вас ничего и не требуется. Скоро сюда приедет секундант князя и мы всё обсудим. Нет, нет. Увольте. Это невозможно. Не угодно ли начать, господа? Господа, это последняя возможность к примирению. Подумайте, стоит. Приступим к барьеру. Князь, я умоляю вас остановиться. Князь, я умоляю вас остановиться. Промашу. Это право же какое-то недолгой… Полчать вы нарушаете кодекс. Стойте! Прекратите! Нет! Прекратите! Остановитесь! Остановитесь! Нет, нет! Зачем? Пожалуйста, не надо. Что за водевиль? Теперь продолжать невозможно. Господа, но это дело не кончено. Яков Платоныч, выстрел за мной. Всегда к вашему службу. Нет! Пожалуйста, прошу тебя. Глупо. Что же это такое? А как вы узнали о Дуэли? У меня явился Гребнев. Я побежала в дом князя, но тот уже успел уехать. Там была только Нина, она приехала со мной. Скажите мне, ну, зачем это было нужно? Я ненавижу князя, а он меня. И что? Выстрел за ним, он может потребовать удовлетворения в любой момент. Это я. Это я во всем виновата. Это я вам соврала, сказав, что я дала согласие князю. А зачем вы солгали? Я не знаю. Вас хотела позлить. Вам это удалось. Ну, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok